В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Поднять нельзя снижать. Где ставить запятую, думают водители маршрутных такси. Тем временем мэрия выступила с предупреждением. Настройся на волну 106,6. Сегодня работники радио отмечают свой профессиональный праздник. А у садоводов свои заботы. В разгаре сезон сбора урожая кавказской дикой хурмы. Реванш Минеев-Исмаилов не состоится. Боец ММА Магомед Исмаилов покинул промоушен Fight Night. ДТП с участием трех машин произошло накануне в районе Северного поста Махачкалы. Все участники движения двигались в одном направлении. Сначала притормозил КАМАЗ. Далее в него ударилась «Газель» и замкнул цепочку аварии «Мерседес». В результате водитель «Газели» погиб на месте. Ее пассажир сейчас находится в больнице. Предположительно причиной послужило несоблюдение дистанции. Выясняются все детали дорожно-транспортного происшествия. Водителям напомнили об ответственности. Власти города обратились к транспортным компаниям с требованием не срывать работу на территории Махачкалы. Перевозчики решают вопросы поднять или снижать тариф за проезд. Уведомив об этом администрацию, но они не имеют права без чрезвычайной ситуации срывать маршруты, говорится в официальном тексте заявления мэрии. Также во вращении приводится статья федерального закона, согласно которому при срыве маршрута на три и более суток администрация города имеет право приказом отозвать свидетельство и выставить маршрут на торги для проведения конкурсных процедур. Отметим, что с понедельника в столице наблюдается срыв пассажирских перевозок на нескольких маршрутах в связи с протестной акцией водителей против повышения цен за проезд. Сегодня отмечается Всемирный день радио. Дата была выбрана не случайно, поскольку именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир радио ООН. В этом году тема праздника – диалог, терпимость и мир. Мой коллега Камиль Дзевятов в канун праздника побывал на радио «Ватан», чтобы лично поздравить коллег с их профессиональным праздником. Как отмечается, месячная норма – 32 мм, а за прошедшую ночь выпало около трети осадков. 12 лет на волне. Целевую аудиторию радиостанции составляют представители различных областей. От врачей и учителей до представителей рабочих специальностей. А главное отличие радиостанции «Ватан» от других – это отсутствие узконаправленных тем для обсуждения. Во Всемирный день радиоофис радиостанции посетили школьники. Дети увидели радийную студию, пообщались с ведущими. А провел экскурсию для юных махачкалинцев популярный теле- и радиоведущий Магомед Расул Абакаров. Здесь работают те люди, которых вы слышите, но образ, который вы еще не видели, вы, может, даже не ожидали, что они именно так выглядят. И сейчас мы попросим поговорить нашу сестру, и, может быть, вы узнаете ее по голосу. А вы ее знаете? Да. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона с вами я, Луиза Кабачиева. В эфире программа «От сердца к сердцу». Профессиональный праздник, ведущий одну из популярных радиостанций Дагестана «Ватан» встречают на рабочем месте. Живое общение со своими радиослушателями не утомляет, а придает им еще больше новых сил. Мне нравится слушать радио «Ватанчик» для детей. Там бывают и мои одноклассницы, и разные дети проводятся конкурсы. И я люблю участвовать в этих конкурсах. Лила Хусяинова считает работу на радио «Ватан» самым прекрасным, что произошло в ее жизни. В 2010 году она с мужем переехала в Дагестан. Лила бросила работу на радиостанции «Россия». Но с радиожурналистикой расстаться не удалось. В радио «Ватан» говорит влюбилась с первого звука. Когда ты говоришь со слушателем, и ты понимаешь, что на том конце сидит кто-то, кто с тобой на одной волне, ему интересно то, что интересно тебе, он готов тебя слушать, а тебе хочется, кстати, в ответ получить звонок. Мне кажется, вот это вот и есть тот момент истины, что называется. С приходом телевидения и интернета радио не потеряло свою актуальность. Для своего слушателя «Ватан» готовит интересные проекты и продолжает развиваться. Во-первых, мы привлекли огромное количество специалистов, которые именно в том формате, в котором работает радиостанция «Ватан», разбираются. Они сейчас будут формат укреплять, создавать фундамент для создания новых проектов, которые будут не только в самом радио, не только мы сможем слышать, но сможем и видеть от ведущих радиостанций. Также мы сможем встречаться с ними на различных крупных проектах. Один из них уже разрабатывается, совсем скоро из рекламы все наши радиослушатели, а также зрители телеканала ННТ обязательно об этом узнают. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. А вот у местных садоводов сейчас другие заботы. В разгаре сезон сбора урожая Кавказской дикой хурмы. Эта ягода растет в горных широколесленных листах Дагестана или по ущельям. С местных мини-плантаций они расходятся не только по республике, но и за рубеж. Чем полезен плод и как его правильно собирать, выясняла Патима Тханапова. Открытие сезона для жителей Аракани – это настоящий праздник. Музыка, сладости, богатый стол. Как встретишь, так его и проведешь. Сбор под пение, сортировка и работа вовсе не в тяжесть. Сегодня помочь в этом деле Сидрат собрались родственники, коллеги и соседи. Те, кто выращивает хурму, говорят, что она крайне неприхотлива. Иногда дерево растет практически на камнях, обнимая корнеосистемой какой-нибудь валун. И, конечно же, растения нужно поливать. А холод для годов может пойти только на пользу. Урожай в этом году средний. Зима в Унцукульском районе выдалась теплой. Сезон обычно открывают где-то у нас, например, бывает 5 февраля. Чисто официальный день у нас. Мы все оставляем, кто учится, кто работает, всю свою работу оставляем и приезжаем. Чисто хурму собирать домой. Это у вас как традиция собирать? Да, да, да. Обязательно. Каждый год. Самая опасная работа в сборе хурмы – это сбивать их с дерева. Берется за это не каждый, да и умеет не всякие. Тут нужна ловкость и сила. Сбивают хурму вот такой палочкой. Обычно изготавливают ее из березового дерева. Работа, она не посильна каждому в селе. Говорят жители, что этим занимается только несколько людей. И вот сейчас я попробую сбить пару веток. Работа действительно очень сложная, потому что, во-первых, палочка она тяжелая. Во-вторых, нужно попадать в цель. Пока мужчины сбивают хурму с деревьев, женская половина занята сортировкой и доставкой. Разделить ягоды от веток и довезти их до дома на горном транспорте – главная их задача. А там и повторно перебрать, если потребуется. Такие казины поставляем на осла и тащим отсюда. Вот сюда и собираем все. Вот такой процесс, не так уж и сложный процесс, но все равно готовиться надо. Вот это столько тряпок. Если вот у меня нету столько тряпок, ну друг друга забираем. Можно сказать, начинается процесс, вот собрать вот эти тряпки. Короче, вы видите, какие там много разных. Вот шьют, собирают, чтобы вот эта хурма на пол не падала. Реализуют свой товар араканийцы как в Дагестане, так и за ее пределами. Так основные поставки идут в Азербайджан. Там дикая хурма является обязательным элементом праздничного стола Навруз-Байрам, который пройдет в середине марта. Ну а пока в Аракании идет полный сбор урожая. Работа кипит, жизнь идет, песня ледца. Все идет своим чередом. Спасибо этому. Патимат Ханапова, Гальжи Магомедов, телеканал ННТ, Унцикульский район, Аракани. И о спорте. Реванш Минеев-Исмаилов не состоится. Боец ММА Магомед Исмаилов покинул промоушен Fight Night. Спортсмен принял решение о переходе в другую бойцовскую лигу сразу после поединка с Владимиром Минеевым. По словам президента Fight Night Global Камила Гаджиева, Магомед сообщил ему о переговорах с другой организацией и, по всей видимости, получил более выгодное предложение. Также Гаджиев сообщил, что реванш Исмаилов и Минеев теперь не состоится. Сейчас блогер-боец готовится к своему дебюту в организации АСА, где проведет свой первый поединок 27 апреля в Москве. Напомню, что Исмаилов имеет рекорд из 13 побед и двух поражений. В бою с Владимиром Минеевым была зафиксирована ничья. А дагестанские тэквондисты получили новый зал. Спортивный объект, расположенный при детско-юношеской школе имени Магомеда Джафарова, сегодня осмотрели представителя Минспорта Республики. Здесь будет организован учебно-тренировочный процесс сборной команды Дагестана. Ранее спортсмены не имели своего постоянного места для подготовки к турнирам и были вынуждены скитаться по разным залам. В школе Джафарова базовым видом спорта является дзюдо, но руководство учреждения пошло навстречу пар тэквондистам. Напомню, что многие из них вернулись недавно из Турции, где завоевали пять медалей чемпионата мира. Надо должное дать Пиаршалу Руслану и выразить им большую благодарность. Полностью нас ремонтировал, такую свежесть дал этому залу. Жизнь продолжается. Сегодня у нас тут болеются наши пар тэквондисты. Они у нас... Мы, наша республика, отдаем как сами лучшие о себе, даже что касается пар тэквондов. И надеемся, что в 2020 году как минимум три человека на Олимпиаду поедут. Сборная Дагестана взяла бронзу на всероссийском турнире по мини-футболу среди слепых. Игры проходили в Йошкар-Оле. По итогам предварительных матчей сборная Дагестана набрала 4 очка, обыграв команду Республики Марии Элл 2 со счетом 2-0. И сыграла в ничью с футболистами из Нижегородской области. Заняла первое место в группе. В полуфинале дагестанская сборная уступила первой команде Республики Марии Элл 0-2. В игре за третье место футболисты Дагестана переиграли своего принципиального соперника команду Нижегородской области со счетом 1-0. Следующим турниром для наших паралимпийцев станет Кубок России. Он пройдет в мае в Московской области. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин